В эфире телеканала «Видная ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Полторы тысячи ребят отдохнут этим летом в школьных лагерях Ленинского округа. У нас замечательные помидоры, которые уже цветут, перец, огурцы. Так что будем собирать урожай. Газ уже совсем рядом. Все большее количество домов присоединяется к программе социальной газификации. По программе социальной газификации мы доводим только до границ участка, до забора. В преддверии дня медицинского работника врачам муниципалитета вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Самое ценное – это у человека здоровье. Летняя здоровительная кампания в самом разгаре. В этом сезоне в школьных лагерях Ленинского городского округа отдохнет полторы тысячи детей. Представители управления образования познакомились с распорядком дня ребят. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Так теперь начинается внеклассное утро у ребят из Бутовской школы. Дети посещают летний лагерь подсолнух. 21 день разнообразных игр, экскурсий, увлекательных занятий и мастер-классов. Мы делаем реками, рисуем. Еще мне нравится в лагере, потому что там можно играть на площадках. Мне нравится гулять, потому что там можно дышать свежим воздухом. Здесь очень весело, классно. Я завела новых друзей, подруг. В этом году в Ленинском городском округе работает 28 школьных лагерей. За весь сезон в них отдохнет порядка полутора тысяч ребят. В основном это дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Много детей из многодетных семей, дети, где одинокие у нас родители. И дети находятся под присмотром. Потом вы сами понимаете, что они у нас здесь не просто там бегают, прыгают, а у них действительно полезные, увлекательные занятия у детей. Поэтому и развивающие занятия, отдых и оздоровительные, интересные и полезные. Все лагеря стараются чем-то выделиться. Например, в Бутовской школе каждую неделю смены посвятили определенной тематике. Об этом руководитель Подсолнуха рассказала представителям управления образования муниципалитета. У нас есть спортивная, у нас есть патриотическая, у нас есть экологическая. Эта неделя у нас считается патриотической. Завтра мы будем отмечать День кинолога. У нас целая программа по данному вопросу, просмотр кинофильмов с детьми. У нас есть парник, у нас есть грядки. Дети у нас сажаются, занимаются, поливают. У нас замечательные помидоры, которые уже цветут, перец, огурцы. Так что будем собирать урожай. А в лагере Альтаир, что в Лопатинской школе, упор делают на компьютерную грамотность ребят. Занятия проходят в IT-кубе. Способствует развитию мышления, творчества, креативности. Дети с легкостью могут выполнить любое задание в программах, направленные на творчество. Перед началом летней оздоровительной кампании все школы, где расположились лагеря, проинспектировали сотрудники МЧС, чтобы отдых детей был безопасным. Сегодня представители органов надзорной деятельности присоединились к делегации и удостоверились в надлежащем исполнении противопожарных требований. Убедились, что везде все на местах, огнетушители. Проверили эвакуационные пути, соответствует ли план эвакуации действительности. Провели инструктаж с работниками, с воспитателями. Провели беседу с детьми по соблюдению требований пожарной безопасности. Поэтому можем уверенно сказать, что требования пожарной безопасности соблюдены. Сейчас к концу подходит первая смена. До конца лета в школьных лагерях отдохнет еще два потока ребят. С прошлого года в Подмосковье реализуется президентская программа социальной газификации. Долгожданное голубое топливо скоро появится в более чем 30 домах рабочего поселка Горки-Ленинские. Рабочий поселок Горки-Ленинские – это более 40 домовладений, расположенных на живописном берегу реки Пахра. И только в малой части из них есть газ. Но благодаря президентской программе «Социальная газификация» голубое топливо вскоре появится и в остальных домах. Если у вас есть участок и, например, зарегистрированный дом, то вы можете подать заявку на официальном сайте МОСОБЛГАЗа, позвонить на горячую линию, там разные есть способы, и обратиться за социальной газификацией. Тут есть и до газификации, есть и газификации. В данном случае речь идет именно о газификации домовладений. Сейчас здесь идет прокладка газопровода вдоль домов, хозяева которых подали заявки на участие в программе. Всего их более 20. В данный момент здесь работает экскаватор, одна монтажная бригада, она сейчас в другой стороне поселка, и один человек – копчик для шурфления. Ну, как правило, трактор не копает один, ему нужен человек, чтобы он мог помогать шурфить, искать мало ли что под землей, кто что проложил. Кстати, для жителей такие работы абсолютно бесплатные, а вот за проведение газа в дом придется заплатить. Сейчас мы пока строим только газопровод, в водике начнем уже к концу недели достраивать. По программе социальной газификации мы доводим только до границ участка, до забора, если проще. А дальше люди уже подписывают либо комплексный договор с Мособлгазом, либо с подрядчиками. Для газификации рабочего поселка в Горке-Ленинске будет выкопано более полукилометра траншей. Работы планируется закончить к концу следующей недели. Всего же за два года действия программы с 2021 по 2022 год планируется подключить более 110 тысяч домохозяйств по всему Подмосковью. В преддверии профессионального праздника медицинским работникам муниципалитета вручили почетные грамоты и благодарственные письма. На мероприятии побывала наша съемочная группа. В зале историко-культурного центра собрались люди, чья профессия требует высокого профессионализма и полной самоотдачи. Ведь часто доброта, отзывчивость и внимание медицинских работников уже лечат и помогают. И всякий раз, когда появляется доктор на пороге больного, понимаем, что он уже практически здоров. И вот за то, что вы умеете вселять веру в нас, за то, что в любом состоянии вы нас поддерживаете, спасибо вам за это, дорогие люди в бегах, халаты. Поздравляя сотрудников медицинских учреждений Ленинского городского округа с профессиональным праздником, депутат Московской областной думы Владимир Жук обратил внимание на то, что в регионе проводят большую работу для создания достойных условий труда и повышения качества медицинской помощи. Здравоохранение для Подмосковья – это один из ключевых приоритетов развития всего региона. Вы, наверное, знаете, что Подмосковье занимается стабильно, находится в топе лучших регионов по качеству жизни. А здоровье и медицинское обслуживание уровень его – это один из главных приоритетов. Поэтому в фокусе внимания и выбранатора, и правительства, и Московской областной думы все проблемы связаны именно с этой отраслью. Владимир Касьянов 32 года отработал главным санитарным врачом, вырос в семье медиков и никем другим себя не представлял. Ведь на его взгляд это одна из самых важных профессий. Самая благородная, самая та профессия, которая, в общем-то, стоит на защите здоровья населения. И надо сказать, что последние годы они показали ценность этой профессии, когда мы, в общем-то, столкнулись с вопросами вот этих коронавирусов, и когда уже наш народ понял, да, народ и все, и зимний понял о том, что самое ценное – это у человека здоровье. Евгения Петровская – врач-трансфузиолог. Это специалист по переливанию крови. Стать врачом решила еще в раннем детстве. И признается, что ни разу не пожалела о своем выборе. То, что нынешний праздник, он проходит после ковида, очень многое внутри как бы перевернулось, вообще переоценка произошла, насколько профессия наша важна и необходима. Людям даже во время ковида не хватало просто человеческого общения. Нам приходилось, помимо того, что мы их лечили, приходилось с ними еще разговаривать, работать с психологами. На торжественном мероприятии 44 сотрудника медицинских учреждений муниципалитета получили благодарственные письма и почетные грамоты. Я вам желаю здоровья, здоровья вам, вашим семьям, вашим пациентам, чтобы как можно меньше мы обращались к вам. Но если уж так получается, что обращаемся к вам, чтобы у вас были все условия созданы для того, чтобы качественно оказать медицинскую помощь. Еще раз с днем медицинского работника. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Также медицинских работников поздравили и в поселке совхоза имени Ленина. Сопредседатель общественного движения «За совхоза людей за достойное будущее» Артем Грудинин и руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков вручили подарки специалистам местной амбулатории. Слово Максиму Козлову. Амбулатория поселка совхоза имени Ленина недаром считается одним из образцовых подразделений Видно-Вскорайонной клинической больницы. Просторные кабинеты и холлы, где абсолютно отсутствуют очереди. Именно сюда, в преддверии дня медицинского работника, пришли сопредседатель общественного движения «За совхоз за людей за достойное будущее» Артем Грудинин и руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков. В условиях пандемии, в условиях всего, что вокруг нас происходит в последнее время. Не только пандемии, а к сожалению. Да, к сожалению, очень много сторонних факторов. Искренне желаю вам, чтобы они вас меньше пробовали, чтобы вы как-то проще на это смотрели. В настоящее время в учреждении трудится порядка 35 специалистов – врачей, фельдшеров, медсестер, технических работников. Амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену и обслуживает не только жителей поселка совхоза имени Ленина, но и других поселений территориального отдела «Картинский». Сотрудникам вручили цветы и символичные подарки – торты к чаю. Все понимают, главное, что нужно врачам – это внимание. Конечно, мы все понимаем, что в условиях пандемии, в условиях внешних факторов на медиков вложится очень большая нагрузка. И от всей души искренне желаем, чтобы они были здоровы, чтобы их семьи были здоровы, и чтобы у них на работе было как можно меньше проблем. Врачей также поздравили волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». И в продолжение темы положительные изменения произошли за последний год в медицинских учреждениях муниципалитета. Некоторые открылись после масштабной реконструкции, а другие получили новое оборудование. Об итогах года в нашем материале. Видновская клиническая районная больница – это большой лечебный комплекс, объединяющий не только стационар на более чем 500 коек, но и взрослую и детскую поликлиники в Видном, Южную поликлинику в поселке Дрожино, три офиса общей врачебной практики и шесть амбулаторий, Молковскую участковую больницу и четыре фельдшерско-акушерских пункта. Медицинская помощь доступна всем без исключения жителям, в каком бы населенном пункте Ленинского городского округа они не проживали. Открытие после капитального ремонта взрослой поликлиники в Видном, амбулатории в поселках Володарского и Развилка – пожалуй, самые значимые и долгожданные события минувшего года. Обновленные медицинские учреждения теперь соответствуют всем современным стандартам. Это новое оборудование в эндоскопической службе – это колоноскопия, гастроскопия. Новое оборудование у офтальмологов, у лор-врачей, у хирургов, у травматологов, у физиотерапии. Вот мы все привыкли видеть какие-то ржавые, старые, железные приборы физиотерапии. Вот есть повод посмотреть, как они выглядят в новом состоянии. В Ленинском городском округе реализуется областная программа модернизации поликлинической службы Подмосковья. В ее рамках весной 2022 года взрослая поликлиника, среди прочего, получила новое офтальмологическое оборудование. В детских лечебных учреждениях открываются комнаты матери-ребенка и так называемые «добрые комнаты» – пространство для игр в ожидании приема. В детской поликлинике в Видном функционирует Центр здоровья, а в амбулаториях муниципалитета на регулярной основе устраивают выездные приемы узкопрофильные специалисты. Выездные бригады – это специалисты, в которых наша амбулатория нуждается, наши пациенты нуждаются, потому что это огромная помощь в диагностическом и в лечебном плане. К сожалению, у нас транспортная доступность не очень хорошая, и выезды узких специалистов нам просто необходимы. На базе Южной поликлиники ежемесячно проводятся профилактические мероприятия различного характера для детского и взрослого населения. У нас полностью оборудовано отделение для проведения таких мероприятий. Более двух лет стационар ВРКБ функционировал как многопрофильный ковидный госпиталь. За это время удалось спасти жизни более чем 21 тысячи пациентов со всего Подмосковья. Сейчас, когда коронавирус наконец-то отступил, больница закрыта на санитарную обработку. Чтобы совсем скоро начать принимать пациентов уже в обычном режиме. Продолжает развиваться и покорять все новые и новые высоты видновский перинатальный центр. Весной 2021-го здесь появилась автоматическая реанимационная система, а также оборудование для экстракорпорального очищения крови. Центр оборудован всем необходимым для выхаживания младенцев весом меньше одного килограмма. Каждый год здесь рождается более 6 тысяч детей, а недавно на свет появился 55-тысячный новорожденный. Качество помощи здесь, конечно, на очень высоком уровне. Не зря у нас из всех наших перинатальных семи центров, которые спалят в Московской области, именно видновский перинатальный центр занимает всегда призовые места в всероссийском конкурсе. Уже два года подряд врачи видновской районной клинической больницы признаются лучшими по региону в своей отрасли. Высокий профессионализм и любовь к своему делу – вот те качества, благодаря которым врачам и медсестрам ВРКБ и видновского перинатального центра удается, что называется, держать марку и быть лучшими в своем деле. 19 июня они отметят свой профессиональный праздник. Многие медики встретят его на своем боевом посту, помогая людям. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». С начала лета в детских оздоровительных лагерях муниципалитета проходят мастер-классы и праздники в рамках фестиваля осмотра «Экобиблиофест». Воспитанники детского сада «Золотая рыбка» поселка Развилка с удовольствием приняли участие в экологической акции. О том, как важно бережно относиться к природе, ребята из детского оздоровительного лагеря «Золотая рыбка» знают не понаслышке. Воспитатели и сотрудники библиотеки регулярно проводят беседы, конкурсы рисунков и различные игры на тему экологии. Но праздник в таком формате устроили впервые. Основная цель нашего проекта, конечно, это экологическое просвещение. И чем раньше начинать рассказывать ребятам о том, как нужно любить и беречь природу, тем лучше. Юным любителям природы предстояло пройти увлекательный квест. Четыре библиотеки Ленинского городского округа предложили ребятам отправиться в путешествие по пяти станциям, каждая из которых была посвящена определенному разделу экологии – растениям, животным и правильной сортировке отходов. Мы сегодня делали бабочку, вот. Здорово, молодец. И старые газеты, и литочки. Потом еще угадывали загадки. Смотрели, клишки передохнули и разбирали, куда пластик, куда стекло, куда мусорные отходы, куда стекло. Ребята с легкостью справлялись с теми заданиями, что предлагали ведущие – сделать бумажный цветок, смастерить травянчика, угадать животное. Но в сложных вопросах обращались к помощи друга и старшего товарища, который всегда рядом и точно подскажет, как не навредить природе. Конечно, мероприятия у нас всегда на улице утром. Вечером у нас творческая мастерская. То конкурс рисунков про лето, то конкурс рисунков, как себя вести, правила поведения в природе. Особенно много мы уделяем время экологии. У нас это всегда очень важно. Дети наши уже за малышами следят, чтобы не ломали кусты, не рвали цветы, не топтали газоны. В этот день энтузиазма у маленького Миши Дунника не занимать. Мальчик очень интересуется темой защиты окружающей среды. Летом выезжает с семьей на природу. Родители знают о его любви к растениям и животным и стараются всячески в этом поддерживать. Мне все время мама поддерживает и папа. Как мама тебя поддерживает? Ну, говорит, что вот это будет приятно для природы. Это молодец, что ты там занялся этим делом. Теперь можно не сомневаться, что юные участники квеста будут относиться к природе бережно и с любовью. Я люблю природу! Татьяна Брылова, Сабина и Брегин Халилова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!